Стабильное мастерство, мини-футбольная команда КПРФ Омск вновь стала сильнейшей в корпоративной футбольной лиге. Второй год подряд «Красная машина» остается непобедимой в сильнейшем дивизионе. В девяти матчах подопечные Эдуарда Зеленова одержали семь побед и два поединка свели в ничью. Пропустила КПРФ 15 мячей. Это лучшая оборона в лиге. В кубке «Красная машина» не без сложностей, но дошла до финала, где впервые за два года уступила. В итоге золото в турнире и серебро в розыгрыше Кубка лидеров. Команда сейчас находится в процессе реорганизации перед новым зальным сезоном. Сейчас начался тренировочный процесс с молодыми игроками, которых мы сейчас обновляем команду. И на этой паре, здесь на корпоративной лиге, на кубке, мы какие-то варианты прям в ущерб результату наигрывать пытаемся уже. То есть со взглядом на будущее. Сенсацией для всех стало выступление команды продвижения, за которую выступал депутат регионального парламента от КПРФ Константин Ткачев. Команда не только выиграла пятый дивизион, но и заняла третье место в кубке. Наша задача контратака – быстрые игроки, убежать. Давайте больше делать внимания на защиту. Вот центр, ребят, вот центр. Помогайте от центра потом все. Но не прижимаемся в зону. Ткачев в бронзовом матче сначала счет открыл, наказав соперника за ошибку. Затем выдал филигранный голевой пас с пяткой, а уже во втором тайме оформил дубль. Таким образом, с учетом всех игр лиги, Константин Ткачев стал вторым бомбардиром своей команды. Продвижение победитель Корпоративной лиги и бронзовый призер Кубка лидеров. Внутреннее удовлетворение, конечно, огромное, потому что, во-первых, футбол – замечательная игра, во-вторых, классная команда подобралась, ну и в-третьих, или наоборот, в-первых, третье место из 49 команд. Для команды, которая собралась и, по сути, с ноля играла, мне кажется, это успех. Где-то что-то менялось, где-то что-то корректировалось. В центре у нас всегда был провал. Так мы не спаслись, а оборона, от матча к матчу, так скажем, играла все лучше и лучше. Ну, за исключением, естественно, полуфинала. Ну, и нападений не подкачало.